Приветствую вас! И первое, что нужно сказать, это то, что сторон конфликтов, конфликтов, вам не изменить. То есть вы никак не сможете изменить людей, которые вместе с вами участвуют в конфликтах. Потому что всегда в любой конфликтной ситуации виноваты, ну, все-таки, каждый из сторон. Это факт довольно-таки общеизвестный, и я не думаю, что он удается в объяснении, что можно и нужно сказать правильно. Это то, что если вам не нравится врать, соответственно, спросите себя, зачем вы это делаете, что это вам дает и к чему это привело. Суть, потому что вы обратились нам на сайт, привело это не совсем к хорошим вещам. Значит, от того, что вы это делаете, они негативные темы. Соответственно, врать нужно перестать вам, тут только вам, и этим вы станете отличаться от других сторон конфликта. Тем самым, став лучше их, тем самым, став мудрее, и вы сможете посмотреть на них снизу вверх. То есть, ой, сверху вниз, прошу прощения. То есть, когда человек врёт и врут другие, он такой же, как они. Когда человек не врет, а врут другие, он лучше, выше их. Именно такая базиция позволит вам выйти из конфликта и относиться к ней по-другому. Что касается того, что вы пишете, значит, дома конфликта, вам необходимо, опять-таки, перестать быть стороной этого конфликта. По сути, в нём, перестать в нём участвовать. Вы можете сказать, что это достаточно легко предложить, но тяжело сделать. На самом деле, это единственный способ установить ситуацию, которая у вас происходит. Потому что, если вы будете так, как и раньше, участвовать в конфликте и наравне спорить, ссориться с другими, позволять им опускать вас до своего уровня, то никогда ничего не изменится. Поскольку изменение реальности и окружающего происходит только после того, как соответствующие изменения претерпевает сам субъект, то есть вы, и начинать менять ситуацию нужно в себя. Именно в себя, чтобы своим поведением показывать другим людям, что можно в одной и той ситуации поступать по-разному. Этим самым вы создадите прецедент, когда вам уже будет нечего предъявить. То есть, другие люди скажут, а вот что ты? А вы скажите, простите, я участвую в конфликте? Я вру? Я кричу? Нет. Я сижу спокойно, никого не трогаю. Вы сами ко мне пристаете. Хотите что-то, чтобы я сделала? Я сделаю. Хотите, чтобы я что-то сказала? Я скажу. Но я не буду участвовать в ваших ссорах, в ваших конфликтах. И самое главное, я не буду вам врать, как вы врете друг другу. Именно такую базицию вам стоит занять в отношениях с другими людьми. И после этого вы заметите, как окружение вокруг вас начнет меняться. не сразу, постепенно. Но оно будет меняться. Оно будет меняться вначале незаметно и изнутри. То есть, люди, в первую очередь, сперва, они по инерции будут к вам биться. То есть, они, по крайней мере, будут считать вас странным конфликтом. Но за счет того, что вы начнете вести себя иначе, за счет этого, как бы, у людей постепенно выработается представление о том, что, в общем-то, с вами связываться нет толку. Действительно, а зачем? Зачем с вами связываться, если вы все равно ничего не предпринимаете в ответ? Если людям нужна агрессия, если людям нужен негатив, то они будут обращаться к тем, кто этот негатив им дать может. Вы же не будете проявлять эмоций, нужных им. Вы будете проявлять безразличие и, соответственно, потеряете для них интерес, как участник, как страна. Конфликт, конфликт. При этом свое поведение нужно максимально корректировать так, чтобы к вам было как можно меньше претензий. То есть, люди, конечно, если хотят, они всегда найдут к чему придраться. Это тоже нужно понимать. И понимать хорошо. Но, чтобы не было объективного основания для претензий, нужно постараться. Постараться и привести свое поведение в ту самую правильную форму, которая позволила бы вам, ну, скажем так, быть выше постоянных слов. Для того, чтобы более подробную информацию вам дать, для того, чтобы более подробные дать рекомендации и более конкретно оказать вам помощь, нужно больше информации о вас, о характере людей, которые окружают вас и о причинах ссор. Все это можно сделать, если вы обратитесь ко мне, например, или к другому специалисту, любому на нашем ресурсе за личной консультацией. На этом все. Желаю вам удачи. Желаю вам всего доброго. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Если вопросы какие-то остались, задавайте их мне в личку. Всегда буду рад ответить, помочь и так далее. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok До свидания.